Есть идея? Готовый проект или новый продукт? Нужны деньги на реализацию? Хотите проверить спрос? Думаете о расширении продуктовой линейки? Здравствуйте, дорогие радиослушатели и наши зрители! В эфире четвертый выпуск цикла передач «Время пришло», где вы познакомитесь с таким явлением, как краудфандинг, и узнаете, как с его помощью воплощать мечты в жизнь. У микрофона Ольга Шершнева. В прошлом выпуске мы с вами подробно обсуждали тему вознаграждений. Сегодня я расскажу вам, как правильно снять хорошее видеообращение, создать описание вашего проекта, расскажу вам, что такое визуализация в описании и познакомлюсь с таким понятием, как отложенные цели. Итак, начнем с видео. В 90% успешных проектов обязательно присутствует видеообращение. Поэтому, если вы нацелены на успех, снять хороший ролик нужно. А хороший ролик должен быть коротким, вдохновляющим. В нем должен быть показан продукт и автор проекта. Коротким ролик рекомендуется делать для того, чтобы вы не распылялись на лишние вещи, а показали саму суть вашего проекта. И, конечно, для того, чтобы ваш зритель не заскучал. Соответственно, продолжительность ролика должна составлять приблизительно 2-3 минуты. Вдохновляющим ролик должен быть для того, чтобы после просмотра спонсор захотел поддержать ваш проект. Покажите в ролике ту ситуацию, в которой ваш продукт решает проблему. Докажите спонсору, что он необходим. Если же вы создаете не продукт, а, допустим, хотите организовать какое-то мероприятие, расскажите о нем так, чтобы спонсор понял, что проведение этого мероприятия необходимо. И, конечно, ваше видео должно быть с позитивным настроем. Почему же в видео должен быть показан продукт? У вас есть очень важная задача – снять такое видео, после просмотра которого спонсор захочет, чтобы этот продукт существовал, чтобы это мероприятие состоялось и так далее. Поэтому показать продукт или результат сбора очень важно. Так почему же автор должен присутствовать в видео? В большинстве случаев ролики начинаются с появления автора в кадре. Не бойтесь появляться в кадре. Рассказывайте свою историю. Это создает ощущение диалога со спонсорами. Это повышает к вам доверие. Иногда вас могут поддержать просто потому, что как автор вы оказались кому-то симпатичны. И помните, не нужно гнаться за профессиональной техникой, операторами и монтажерами. Если у вас нет такой возможности нанять профессионала или воспользоваться профессиональной техникой, снимайте на телефон. Но помните, снимайте в хорошо освещенных помещениях с хорошей акустикой. И помните, самое главное в вашем видео – это ваша искренность и честность. Теперь я расскажу вам, как правильно создать описание вашего проекта. И первое, и самое главное. Помните, никто не будет читать безжизненный текст, наполненный только сухими фактами. Рассказывайте историю. Рассказывайте, как все начиналось, как все менялось, двигалось, что происходило с вашим проектом. Обязательно рассказывайте о сложностях, которые встали на вашем пути, и о том, как вы с ними справлялись. Будьте ближе к людям. Не бойтесь говорить о трудностях. Это как раз усилит вас в веру, как в автора. И в конце расскажите о том, что вы планируете делать после проведения краудфандинговой кампании. И обязательно в самом конце вашего текста добавьте призыв к действию. Например, присоединяйтесь к нам или поддержите наш проект. Человеку нужна конкретика. Добавляйте призыв к действию. А теперь я расскажу вам о визуализации в описании. И поделюсь вот какой информацией. Одной только истории в тексте, к сожалению, недостаточно, особенно если он объемный. Со временем мы все уже привыкли закрывать длинные тексты, даже если они интересные. И поэтому вы можете разбавить свой текст визуальным контентом. Первое, что вы можете сделать, это создать графические плашки, которые разделяют ваш текст на смысловые блоки. Например, кто мы, чего мы хотим, наша команда, что мы планируем. И обязательно добавьте фотографию вашей команды. Всегда интересно знать, кто стоит за созданием продукта. Также с помощью картинки вы можете показать ваш продукт. Например, предполагаемый эскиз обложки книги. Еще вы можете добавить логотипы тех изданий, которые о вас писали, если таковые имеются. Это и плюс к вашей репутации, и новая аудитория. А вообще есть одно хорошее правило. В описании должно быть 30% текста и 70% визуализации. А теперь я познакомлю вас с таким понятием, как отложенные цели. Итак, отложенные цели – это то, что вы планируете сделать, если сможете собрать сумму больше заявленной. Обычно они показывают перспективу, мотивируя спонсоров продолжать финансирование, даже если сумма в 100% уже была собрана. Можете сразу не писать их все, а вначале открыть только ближайшие. Остальные показывайте постепенно, чтобы всем не терпелось узнать, что же будет дальше. Также вы можете оформить отложенные цели в виде красивой картинки. Но помните, отложенные цели – это не обязательная часть проекта. Не нужно их выдумывать, если их нет в ваших планах. На сегодня это все. В следующем выпуске ждите продолжения инструкции по применению краудфандинга. И помните, если вы решили что-то начать, время пришло. У микрофона была Ольга Шершнева. Субтитры сделал DimaTorzok